С вами Смарт Пицца, и в этом выпуске вы увидите 100 самых редких гибридов животных. Миллионы лет назад Землю населяли различные монстры. Динозавры, дейнозухи, мегалодоны и так далее. Но знали ли вы, что на Земле обитали и такие монстры? Интересно, это какой-то уникальный гибрид, или просто жители этого племени нашли древние останки неизвестного существа и решили одеть его для устрашения? Как считаете? Мне кажется, что тема супергероев засела в головах буквально у всех и каждого. Даже те, кто не особо увлекается этими фильмами или мультиками, где-то в глубине души сильно хотят быть похожими на супергероев. Не просто же так, даже ученые придумывают сумасшедшие гибриды человека и разных животных. Например, человека и мыши. Этот проект был создан не так давно, и за короткий промежуток времени уже успел добиться небывалого успеха. Нет, человека-мыш пока никто не создал. Но ученые в данный период времени и не ставят себе подобных целей. Ведь если создание родится, за ним будет необходимо вести особый уход, а у исследователей пока нет желания тратить на это силы. Они хотят сосредоточиться на изучении геномов и строении новых организмов, а также узнать все плюсы и минусы, прежде чем допускать их появление на свет. Таким образом, ни один гибрид мыши человека так и не был выращен до взрослого состояния. Все эмбрионы, включая и самые успешные, уничтожают на 17-й день жизни. И даже рекордные на сегодня 4% клеток человека в мышином организме – лишь повод для персональной гордости исследователей. Куда интереснее сам метод. Ученым удалось откалибровать стволовые клетки человека, добившись примерно одинаковой скорости роста с мышиными клетками. Это и позволило провести взаимную интеграцию. Целью этого проекта является получение полноценных совмещенных органов, а также систем вроде кровеносной или дыхательной. Если этот проект окажется успешным, то люди, возможно, найдут выход в плане лечения сложных болезней, связанных с органами. Ну а если идея с человеком-мышью окажется провальной, у исследователей всегда в запасе будет вариант со скрещиванием со свиньей. Хотя чего это я говорю о будущем? Эту идею уже реализовали. Человеческих клеток в составе необычного эмбриона оказалось не более тысячной процента. К тому же развиваться ему позволили лишь 28 дней. Вот только до указанного срока дожило лишь 186 созданий из 2000 исследуемых. Неэффективность этого метода исследователи объясняют тем, что люди и свиньи все-таки слишком далеко находятся друг от друга на эволюционной лестнице, и внутриутробное развитие у разных видов проходит по-разному. У человека оно длится 9 месяцев, а у свиньи менее 4. Тем не менее, химеру человека и свиньи до сих пор продолжают исследовать. Настоящий монстр. Если вы думаете, что химера человека и свиньи или человека и мыши – это пик безобразия, вы определенно ошибаетесь. В природе есть и не такие мутанты. Некоторые даже не поддаются контролю со стороны человека. На этом снимке запечатлели гибрид быка и паука. По словам автора ролика, создание реально. Оно живет на одной из ферм в строгой секретности. Для какой цели его выращивают, остается загадкой. Но в этом явно нет ничего хорошего. Быки сами по себе много толку не приносят. Да еще и скрещенные с пауками, этими жуткими и нередко ядовитыми созданиями. Нарвал и Белуха. На фоне тех существ, которых мы рассматривали ранее, это лучик надежды на то, что гибриды все-таки могут быть адекватными. В Арктике ученые обнаружили достаточно необычный череп, который принадлежал гибриду Нарвала и Белухи. Ученые заподозрили что-то неладное с первых же секунд, как нашли этот череп. Но лишь недавно посредством ДНК-анализа подтвердилась безумная теория. У обнаруженного черепа отсутствовал характерный для Нарвала рог, да и в целом он довольно сильно отличался от черепов двух видов. Был намного крупнее, чем у обычных представителей. Также эта особь питалась на куда большей глубине, нежели ее родители, что тоже заинтересовало ученых. В любом случае, лишь время покажет, каким получился этот союз и какие последствия за собой повлечет. Именно так назвали довольно странное существо, найденное учеными. Почему? Узнаете далее. Исследователи занимались изучением места обитания разнообразных древних животных, следили за почвой и случайно обнаружили останки загадочного монстра. Да, там находили много разных созданий, включая даже динозавров, но это было уникальным в своем роде. Делать какие-то поспешные выводы на его счет никто не собирался. Однако эксперты все-таки сделали одно предположение. Похож на огромную индейку. По их мнению, этот новый вид является родственником велоцираптора и представляет собой переходную ступень от динозавра к птице. Возможно, динозавры ближе к птицам, чем к рептилиям. При жизни Осапи была меньше современной вороны и обладала четырьмя крыловидными конечностями и очень длинным хвостом с двумя крупными перьями. Подобная комбинация в совокупности с положением, в котором нашли эти останки, позволила назвать существо танцующим драконом. С большой долей вероятности, это было еще юное создание, которому от силы был год. Но в таком случае, судя по тому, что за это время оно уже успело отрастить полностью сформированные перья, оперение развивалось у этих монстров по совершенно иному принципу. Для сравнения, большинство современных птиц не обзаводятся крупными хвостовыми перьями до наступления половой зрелости. Хвост же дракона в длину не уступает всему телу динозавра, а перья на нем появились спустя всего несколько месяцев после рождения. Кунга Разумеется, не только мать природа может создавать уникальные в своем роде гибриды. На роль творцов претендуют и люди вместе с их древнейшими творениями. Я говорю о кунге, гибриде осла, созданном еще несколько тысяч лет назад. Современные ученые давно знали об этих древних животных по многочисленным глиняным табличкам и неоднократным археологическим находкам, но до недавнего времени никак не могли понять, к какому виду они принадлежат. Дело в том, что все найденные кости копытных по внешнему виду не были похожи ни на одного ныне живущего зверя. Как оказалось, кунги – это вообще первые в истории человечества гибридные животные. Для их скрещивания использовались обычные домашние ослики, а также дикие сирийские онагры. Разумеется, никто однозначно не скажет, для чего именно создавали этих гибридов, но большинство ученых уверены, что они были отличной заменой рядовым ослам, тем, которые были достаточно слабыми и пугливыми. Гибриды же отличались куда большей уверенностью вместе с физической силой. Именно поэтому один такой красавчик иной раз стоил как шесть обычных ослов. А еще кунги не паслись, как другой скот, их кормили специально приготовленной пищей. Не обошлось и без жертвоприношений, копытных хоронили вместе со знатными хозяевами. По древнему преданию, этот ритуал помогал ушедшему в иной мир человеку обрести личного помощника даже в загробном мире. Такого, кто защищал бы его и помогал в трудный час. Так, ладно, я, конечно, все понимаю, гибриды могут быть самыми разными, но чтобы скрестить акулу и свинью? Вы серьезно? Вот этот снимок, который вы видите, это никакой не фотошоп, как бы кому-то из вас не хотелось. Это реальный кадр выловленной рыбаками акулы-свиньи. Когда снимок показали общественности, сразу же поползли слухи о том, что это какой-то мутант или продукт страшных военных экспериментов над морскими созданиями. Но, как позже подтвердилось, ни одним, ни другим это не являлось. Люди поймали обычного и в то же время очень редкого гибрида, никак не связанного с военными экспериментами. Ее в самом деле называют акулой-свиньей из-за необычного сходства с хряком. Обычно эта акула обитает на глубине до 700 метров. Что любопытно, создание также издавало и непонятные хрюки, что в иной раз наталкивало на мысль о скрещивании с настоящей свиньей, однако данные исследователей все это мгновенно опровергли. Существо изучили и отпустили обратно в воды, но лично мне что-то все-таки покоя не дает. Кажется, будто в природе таких акул водиться не может, и к этому все равно когда-то была приложена рука человека. А вы что думаете? Калибри с золотом. Ученые долгое время считали, что вот эта птичка была совершенно новым видом. А потом оказалось, что ничего подобного и не было. Это был лишь редкий гибрид, нашли милое создание во время исследования природы в Перу. Именно тогда без особых изучений и выдвинули неверное предположение. Вскоре данные передали в лабораторию, где ДНК птички сравнили с другими показателями. Это и раскрыло все карты, подтвердив, что перед учеными была редчайшая калибри с золотым горлышком. Редчайшей ее называют не только из-за окраса. Судя по ДНК, она является отделившейся от общей массы пернатой, которая еще тысячи лет назад получила свой уникальный генетический фон. Столь сложная цепь развития сохранила в новом гибриде все положительные черты своих потомков, добавив при этом изюминку в виде горлышка другого цвета. В то время как у ее собратьев оно розовое, у нашей пернатой оно золотистое. В прошлом году в сети появилось интересное видео. Любитель подводного плавания заснял на видео встречу с необычным прозрачным существом в водах Мальты. К дайверу подплыла рыба, которую сперва даже сложно разглядеть. Благодаря прозрачности она кажется практически невидимой. Не может быть. Дайвер потрогал невероятную рыбу, детально рассмотрел ее, а затем отпустил. Выложенное видео он назвал рыба-призрак. И хотя это создание действительно чем-то напоминает призрака, на самом деле у него другое название. Это сальпа. Эти существа питаются фитопланктоном, который они отфильтровывают, пропуская сквозь себя воду. Внешне они чем-то похожи на медуз, но все-таки сальпы намного более сложные организмы, родственные рыбам и позвоночным, поскольку они имеют сердце и жабры, а также могут размножаться половым путем. Сальпы имеют уникальный жизненный цикл. Часть жизни они проводят в одиночестве, а затем клонируют себя, образуя цепочки и другие формы связанных между собой организмов. Интересно и то, что некоторые сальпы синхронизируют свои движения, общаясь с помощью электрических сигналов. Стеклянный осьминог. Животным, которые обитают на очень большой глубине, нет смысла превращаться в невидимку. Туда попросту не поступает свет. Животные, которые живут близко к поверхности океана, умеют отражать солнечный свет таким образом, что хищник думает, что это блики солнца на поверхности моря. Но что делать тем, кто обитает где-то посередине? Ответ есть у стеклянного осьминога. Этот удивительный морской обитатель почти полностью прозрачен, что позволяет ему прятаться в открытом океане, там, где нет песка, рифов или скал. Стеклянный осьминог живет на глубине от 300 до 1000 метров. Это 45-сантиметровое создание практически невидимо для хищников. Раскрыть маскировку могут только глаза, зрительные нервы и пищеварительная система этого существа. Но у стеклянного осьминога есть решение и этой проблемы. Его глаза имеют вытянутую форму, что хоть и ограничивает периферийное зрение, но минимизирует тень, которую они отбрасывают. Также он способен поворачивать свое тело так, чтобы тень от него была как можно меньше. Так что поймать этого почти невидимого осьминога практически невозможно. Родственник моллюск стеклянного осьминога, стеклянный кальмар, тоже может похвастаться прозрачным обликом. Эти морские обитатели почти полностью прозрачные, видны лишь их большие глаза. К несчастью для кальмара это не очень хорошо. Даже на большой глубине хищник сможет увидеть тень, которую отбрасывают его глаза. Видимо, стеклянный кальмар посоветовался со стеклянным осьминогом и обучился у него искусству маскировки. Как и прозрачный осьминог, кальмар способен скрывать глаза. Делает это он с помощью фотофор, специальных органов под глазами, которые создают поток света, очень похожий на блики солнечных лучей в воде. Интересный факт. Семейство стеклянных кальмаров насчитывает около 60 видов, и все они практически полностью прозрачные. А вот стеклянный осьминог – лишь один на всей планете. Так что братство кальмаров-невидимок имеет численное превосходство. Но это не имеет значения, ведь осьминоги и кальмары не охотятся друг на друга. Глубоководный червь. Увидеть морских планктонных червей практически невозможно, так как они практически полностью прозрачные. При этом, по крайней мере, 11 видов этих животных могут излучать яркий цветной свет, преимущественно голубой. Но есть один вид планктонных червей со сложным названием томоптерис несени, который светится желтым, что является достаточно уникальной способностью в мире животных. Чтобы отвлечь хищника, некоторые представители рода отторгают часть своего тела, так называемые параподии. Это небольшие отростки на теле червя, которые также излучают свет. Это сбивает с толку хищника, который начинает преследовать параподии, а не само животное. Как видите, в морской пучине можно найти немало удивительных животных-невидимок. Но почему бы нам не подняться на поверхность? Ведь на суше тоже обитают некоторые прозрачные создания, которых стоит заценить. Смотрите дальше, и совсем скоро вы увидите самую необычную бабочку в мире, лягушку, у которой можно увидеть все органы, а также создание, в существование которого вам будет сложно поверить. В отличие от морской среды, быть прозрачным на суше гораздо сложнее, поскольку в воздухе свет движется быстрее, чем через толщу воды. Есть и другая сложность. Организмам, которые обитают на суше, нужны пигменты, в частности меланин, для защиты от ультрафиолетового излучения. Однако, исключение из этого правила все же есть. Одно из таких невероятных исключений – это стеклянная бабочка Грета Отто, живущая в Центральной Америке. Хотя прозрачные у нее только крылышки, хищникам все равно очень сложно отследить насекомое во время полета. Чтобы понять, как двигается прозрачность, ученые рассмотрели крылышки этой бабочки под электронным микроскопом. Они обнаружили на их поверхности бугорки наноразмера, которые расположены в произвольном порядке и имеют разную длину. Эти крошечные наросты помогают минимизировать отражение света от крыльев Грета Отто, и таким образом делают их невидимыми. Стеклянная лягушка Прозрачным соседом стеклянной бабочки является стеклянная лягушка. Эти земноводные тоже обитают в Центральной Америке, но встречаются также и в Южной. Свое название они получили благодаря почти прозрачной коже на животе и груди, сквозь которую отлично видны внутренние органы и кости животного. Как вы уже поняли на примере предыдущих невидимок, прозрачность можно назвать идеальной формой камуфляжа. Но в случае со стеклянной лягушкой это не совсем так. Такая уловка работает в основном под водой, где особенности преломления света в жидкости помогают животному скрываться, не будучи вычисленным по видимым частям внутренних органов. Тем не менее, даже на суше стеклянные лягушки неплохо скрываются от хищников, благодаря некоторым особенностям. Чтобы понять эти особенности, исследователи сфотографировали 55 стеклянных лягушек на зеленых листьях и на белом фоне. Ученые обнаружили, что лягушки всегда выглядели зелеными, но становились светлее или темнее в зависимости от фона, на котором находились. При этом видимая яркость более прозрачных лап менялась сильнее, чем у тела. В совокупности это создавало эффект размытия контуров лягушки, из-за чего даже на суше они выглядели почти как невидимки. Прозрачная улитка Относительно недавно, в 2013 году, на западе Хорватии была обнаружена прозрачная улитка, которая стала новым видом для науки. Ученые назвали вид Зоспиом тулусум. Эта улитка интересна по нескольким причинам. Во-первых, у нее прозрачный панцирь, который в определенных условиях может мутнеть или приобретать молочно-белый оттенок. Во-вторых, эти улитки живут в одной из глубочайших пещер мира на глубине около километра. В-третьих, это самая что ни на есть стереотипная улитка. Большинство улиток позавидовали бы виду Зоспиом тулусум, ведь его представители самостоятельно проползают всего пару сантиметров в день. Ну и, наконец, в-четвертых, эти улитки слепые. Они относятся к подземным жителям, в ходе эволюции потерявшим визуальную ориентацию и окраску. В общем, новый вид улиток по-настоящему уникален. Жук-черепаха На другом конце Земли, в Юго-Восточной Азии, можно найти еще одно интересное создание – жука-черепаху. Двойное название не случайно. Жуком его называют, потому что это, собственно, жук, а черепаха – запрозрачный каркас в виде панциря. Это создание прозрачное не полностью, но оно не менее интересное, чем предыдущие герои этой подборки. Такой необычный окрас обманывает потенциальных хищников, а также защищает самих жуков от нападений. Прозрачная внешняя оболочка панциря отражает свет через слой жидкости, находящийся между соседними слоями панциря. В случае опасности, жуки-черепахи очень быстро изменяют свою окраску, увеличивая или уменьшая количество жидкости под верхними слоями панциря. И напоследок давайте опять вернемся в океан. Оно того стоит, ведь именно там живет очередное прозрачное существо. Речь идет об этой медузе. Не считая красного центра, она практически полностью прозрачная. Это наверняка помогает ей скрываться от хищников. Хотя, может, этой медузе и не нужна такая особенность? Ведь, как выяснили ученые, это создание бессмертное. Да, вы не ослышались. Эта медуза Туритопсис дохрни действительно бессмертна. Конечно, если на нее нападет хищник, то для нее все закончится. Но вот о смерти от старости этому прозрачному существу переживать не стоит. Правда, не все так просто. Дело в том, что у этих медуз неограниченный жизненный цикл, проявляющийся в необычных процессах. Начальная стадия развития организма из оплодотворенных клеток – это полип. Полип рождает медузу, а та участвует в размножении и умирает. При наступлении неблагоприятных условий Туритопсис дохрни прикрепляется к какой-нибудь поверхности, а ее клетки трансформируются и возвращаются в так называемую младенческую стадию. Далее полип вновь рождает медузу, и цикл повторяется. Теоретически, такой цикл может длиться бесконечно, что и дает всем нам право называть это прозрачное чудо бессмертным. Теперь давайте посмотрим на более крупных уникальных созданий. Акул Зебровая акула Судя по узору на теле, зебровую акулу стоило бы назвать леопардовой. Но не стоит их путать. В мире есть как зебровая, так и леопардовая акула, и это два разных вида. Причем зебровая считается более редкой акулой. Обитает она в Индийском океане, в западной части Тихого океана, а также в Красном море. Этот вид акул предпочитает жить в тропических водах на небольших глубинах около рифов, где эти создания ловят крабов, мелкую рыбу, морских ежей и улиток. Зебровая акула интересна не только необычным узором на теле, но и особым способом размножения. В отсутствие соответствующих партнеров, зебровые акулы способны размножаться через партийный генез, также известный как девственное зачатие или девственное размножение. История знает случаи, когда зебровая акула смогла отложить яйца, из которых затем вылупились три акуленка. И это несмотря на то, что та акула не контактировала с мужскими особями в течение трех лет до родов. Ученые до сих пор не могут выяснить все механизмы такого зачатия. Китовая акула Удивлены, что китовая акула оказалась в этой подборке? Уверен, для многих из вас это стало неожиданностью, ведь китовые акулы достаточно известны. Знамениты они тем, что являются самыми крупными акулами во всем мире, а также крупнейшим видом современных рыб. Эти гиганты часто вырастают до 12 метров, хотя могут вымахать до всех 20 метров. Весят они тоже, мягко говоря, немало. До 30-35 тонн. Неудивительно, что этих акул зовут китовыми, ведь по размерам они не сильно уступают китам. Да и схожи с ними в плане питания. Китовые акулы – одни из немногих акул, которые не представляют опасность для человека. Они не хищницы и питаются планктоном. Но помимо всего этого, китовые акулы интересны и своей популяцией. Существуют данные, что китовых акул на всей Земле осталось лишь около тысячи особей. Если эта информация верна, то китовая акула является одной из наиболее редких рыб в мире в принципе и находится на грани вымирания. Плащеносная акула А вот что касается плащеносной акулы, то наука говорит, что этот вид вызывает наименьшие опасения. В то же время, плащеносца вполне можно вписать в ряды редчайших акул планеты. Все дело в том, что плащеносная акула обитает на большой глубине, поэтому ученые до сих пор не смогли полноценно изучить этот вид и узнать все его тайны и секреты. Что уж говорить, если первые наблюдения за плащеносными акулами в естественных условиях состоялись лишь в 2004 году. А вообще, плащеносцы – это очень интересные создания. Исследователи называют их живыми ископаемыми из-за наличия у них примитивных чарт. Это видно по облику акулы. Плащеносец даже не совсем похож на акулу, а точнее он одновременно похож на доисторических акул и на смесь современных угрей, морских змей и акул. Интересен этот вид не только этим, но и своей необычной охотой. Эта двухметровая акула охотится подобно змее, сгибая свое тело и совершая резкий бросок вперед. Длинные и подвижные челюсти позволяют ей целиком проглотить крупную добычу, а многочисленные ряды мелких и острых зубов не дают добыче вырваться. Акула-гоблин Подобная ситуация с акулой-гоблином, которую также называют акулой-домовым. Несмотря на то, что вид классифицируется как вызывающий наименьшее опасение, сами ученые утверждают, что акула-гоблин – одна из редчайших во всем мире. Биология акулы-домового изучена очень слабо. Неизвестно даже, насколько многочислен этот вид, но кое-что ученым все-таки известно. Акула-гоблин получила столь звучное название благодаря своему облику. У нее пугающее рыло с клювовидным выростом, выдвигающиеся длинные челюсти, острые зубы, полупрозрачная кожа и розовый окрас. В общем, природа постаралась на славу. К счастью, встреча с такой акулой практически полностью исключена, поскольку вид обитает на больших глубинах от 200 метров и более. Именно по этой причине ученым так и не удалось как следует изучить гоблинских акул. Обыкновенная серая акула Следующей акуле с названием повезло больше. Правда, с численностью этого вида все не так хорошо, как с названием. Обыкновенная серая акула – это очень редкий вид из семейства серых акул. В настоящее время ученым доступны только молодые особи этого вида, обнаруженные в приливно-отливных зонах, в устьях крупных рек Северной Австралии и Новой Гвинеи. Встречается вид только в быстро движущихся мутных водах с различным уровнем солености. Серая акула плотного сложения с широким рылом и маленькими глазами дорастает до трех метров в длину. Питаются эти акулы донными рыбами и ракообразными. Одной из главных особенностей этой акулы является способность превосходно охотиться практически в полной темноте. К сожалению, в настоящее время в мире остается все меньше и меньше этих необычных акул. А все из-за массового вылова и разрушения среды обитания. По оценкам ученых, в мире осталось не более 2500 таких акул, хотя реальная картина, скорее всего, еще печальнее. Давайте посмотрим на редких и уникальных животных. Начнем с этого кадра, увидев который, я решил сделать этот выпуск. Судя по всему, снимок сделали в каком-то цирке, а произошло это лет сто назад. Мы видим двух мужчин с необычным зверем. Это какая-то странная смесь всего подряд. Тут и нечто тигриное есть, и окрас зебры подмешан, и шипы на лапах имеются, да и сами лапы какие-то странные. Мог ли существовать такой зверь в далеком прошлом? Лично я думаю, что все возможно, особенно учитывая, какими эксцентричными были цирки в конце 19-го, начале 20-х веков. Не исключено, что ученые вывели этого зверя в лаборатории специально для шоу. А что думаете вы насчет этого кадра? Пишите в комментариях. Мотылек-пудель В 2009 году зоолог Артур Анкер путешествовал по национальному парку Канайма в Венесуэле, когда наткнулся на вот такого странного зверька. Он сделал снимок, выложил его в соцсеть и породил просто тонну самых разных споров и вопросов. Никто не знал, кого именно удалось заснять Артуру. Загадочную особь прозвали венесуэльским мотыльком-пуделем. К делу подключились ученые. Они предположили, что венесуэльский мотылек-пудель относится к семейству коконопрядов. Другие ученые посчитали, что мотылек-пудель может быть как-то связан с бабочкой-медведицей. Установить это так и не удалось. Видовую принадлежность существа не выяснили и не выявили. В последствии мотылька-пуделя пытались найти снова, но попытки были провальными. Создается полное впечатление, что это то самое животное, которое рождается лишь раз в истории. Также кажется, что мотылек-пудель это вообще нечто инопланетное, что прилетело к нам на Землю лишь на некоторое время. Не исключено, что правда в итоге вскроется, но пока что это создание остается одной из главных загадок природы. Редкий альбинос Животные альбиносы, с одной стороны, очень редкие, а с другой их нельзя назвать совсем уж уникальными. Например, немало альбиносов встречается среди змей и крокодилов, но следующий участник подборки сумел выделиться по-настоящему. Это муравьед, и ученые считают, что это единственный муравьед-альбинос во всем мире, а может и во всей истории. Впервые необычную особь заметили в декабре прошлого года в Бразилии. Тогда муравьеды-альбиноса увидели цепляющимся за спину своей матери, которая имела обычный окрас. Такое поведение наблюдается у всех молодых гигантских муравьедов в возрасте до 10 месяцев, а значит, альбинос еще совсем молодой. Ученые назвали его Элвином, нацепили на него GPS-жилет для отслеживания будущих перемещений и ушли. Несколько месяцев назад они вновь вернулись к Элвину. Белый муравьед вырос до полутора метров в длину и весит около 14 кило, но это еще не предел, он еще продолжит расти. Надо сказать, Элвин – невероятный везунчик. Гигантские муравьеды, конечно, не самая легкая добыча, однако на них нередко успешно охотятся ягуары и прочие южноамериканские хищники. Альбиносы в этом плане куда уязвимее своих обычных сородичей. Их гораздо легче обнаружить, и они почти всегда уступают своим обычным сородичам в силе. Но, кажется, Элвин знает о своей особенности, поэтому умело избегает встреч со всеми хищниками. Цыцзай. Какого цвета большая панда? Вопрос очень простой, ведь мы все знаем ответ. Панды черно-белые, но, как оказалось, не все. Что? 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 В мире есть панда, которую можно назвать самой неповторимой. Это самец по кличке Цыцзай, который живет в природном парке в центральной части Китая. И да, он действительно белокоричневый. Выглядит это очень необычно. С другой стороны, такой окрас максимально роднит Цыцзая с бурыми медведями, и ярко демонстрирует нам, что панды – это именно представители медвежьих и потенциально опасные хищники, а не просто плюшевые пухляши. Известно, что дети часто издеваются над другими детьми, если те выглядят как-то иначе, и если у них есть отличительные особенности. Случай с Цыцзаем не стал исключением. У панды было трудное детство. Из-за окраса от него отказалась мать, а панды-сверстники не принимали его к себе и плохо к нему относились. Зато теперь все поменялось, и уже взрослый Цыцзай стал настоящей суперзвездой мира животных. Что касается особенностей окраса, ученые считают, что причиной стала мутация, однако они еще не до конца понимают, какая именно. В любом случае, сам Цыцзай вполне здоров, хоть и немного медлительнее своих сородичей. Он хорошо питается, живет в отдельном вольере и каждый день радует людей. Про всех этих уникумов, которых я вам показал, можно точно сказать. Они невероятно редкие и встречаются, мягко говоря, нечасто. Но то же самое можно сказать не только про отдельных конкретных животных, но даже про целые виды. Смотрите дальше, чтобы увидеть редчайших приматов, очень скрытных австралийских животных, а также создания, которые в последний раз видели больше 60 лет назад. Начнем с орангутангов. Казалось бы, это очень крупные животные, которых трудно не заметить. Получается, по идее, их всех должны были уже давно открыть, изучить и описать. Тем не менее, крупные топанульские орангутанги были выделены в вид лишь несколько лет назад. Топанули, как их еще называют, обитают на индонезийском острове Суматра. Животные проживают возле тропических и субтропических водоемов, а также в лесах, которые расположены к югу от озера Тоба. Если не вдаваться в подробности, внешне это обычные орангутанги, которых не отличишь от других, но все же они сильно отличаются от своих родственников, хотя бы тем, что их крайне мало. По подсчетам, популяция топанули насчитывает менее 800 особей. В связи с этим, популяция топанульских орангутангов является самой маленькой среди всех больших человекообразных обезьян. Ученые считают, что вид может вскоре вымереть, как это случилось со стеллеровыми коровами, которые вымерли спустя 27 лет после того, как их открыли и описали. Надеемся, что этого не произойдет. Северный шерстоносый вомбат Примерно та же история с этими созданиями. Внешне северные шерстоносые вомбаты едва ли отличаются от других вомбатов. Приблизительно те же размеры, та же страсть к рытью нор, та же мягкая шерсть, острые уши и широкая голова. Но перед нами необычное животное. Ученые называют его одним из редчайших во всем мире. На планете сохраняется всего одна популяция этих вомбатов в одном из национальных парков Австралии. Даже у таких редких и изолированных животных, как горные гориллы, ситуация с популяцией лучше. Северный шерстоносый вомбат еще и очень скрытный зверек. Он любит спрятаться в норах и проводить там почти все время, выходя на поверхность только для поиска еды и воды. По этой причине первое видео с этим вомбатом в хорошем качестве появилось относительно недавно. Ученые попросту не могли поймать момент, чтобы как следует заснять зверька. И хотя те же ученые пытаются сохранить вид, прогнозы неутешительные. Из-за загрязнения окружающей среды и человеческой деятельности, шерстоносые вомбаты сталкиваются с угрозами почти регулярно и могут вымереть в ближайшем будущем. Сулавесский медвежий кускус Подобная ситуация и с этими созданиями. Сулавесский медвежий кускус находится в уязвимом положении. В последнее время численность популяции упала аж на 30% в связи с вырубкой лесов, в которых обитает вид. Обитает он, кстати, в Индонезии на острове Сулавеси. Отсюда и название. Вдобавок, медвежий кускус является желанной целью браконьеров и охотников из-за того, что его мясо ценится среди местных жителей. Несмотря на то, что охота на этого кускуса запрещена уже несколько десятилетий, это не останавливает браконьеров. Более того, мясо медвежьих кускусов свободно продается во многих ресторанах Индонезии, как будто всем вообще все равно на законы. Медновский песец Когда мы думаем про песцов, то обычно представляем белых и красивых зверей, обитающих на севере. Но песцы бывают и такие. Необычный медновский песец отличается от остальных не только своим темным окрасом, но и крайне скудной популяцией. Подвид обитает на острове Медный в Беринговом море, и там этих зверушек всего около сотни. Сейчас остров полностью принадлежит Командорскому заповеднику, поэтому медновские песцы в относительной безопасности. Но смогут ли они восстановить свою популяцию – это большой вопрос. Бывает так, что животное настолько редкое, что с ним даже почти нет никаких снимков. И это как раз тот случай. Речь идет о проехидне Аттенборо – одном из представителей ехидн, которую можно найти в Новой Гвинеи. Хотя можно найти – это громко сказано. Вид известен лишь по единственному экземпляру, который был обнаружен в 1961 году. С тех пор других особей этого вида обнаружено не было, так что проехидну Аттенборо можно назвать единственной в своем роде. Исходя из этого, неудивительно, что о животном мало что известно. Ученые знают лишь то, что это самый маленький вид проехидн, больше похожий по размеру на австралийскую ехидну. Имеется некоторая информация о внешнем виде животного и о его поведении. Например, тот факт, что проехидна Аттенборо проводит дневное время в своей глубокой норе, а ночью выбирается на поверхность и направляется на поиски земляных червей. В 2007 году ученые нашли норы и следы, принадлежащие этим проехиднам. А из рассказов местных жителей известно, что вид существовал по крайней мере до 2005 года. Учитывая, что о проехиднах Аттенборо ничего не слышно уже более 15 лет, не исключено, что редкий вид уже полностью вымер. Помните муравьеда-альбиноса? Давайте посмотрим на его противоположность – полностью черных животных. Лошадь Фрисская порода лошадей известна под названием «Черное золото Голландии». Это удивительные темные лошади, среди которых можно найти невероятно красивых особей. Одна из них – Фредерик Великий. Этот конь фрисской породы является одним из самых черных животных в мире, а среди всех коней мира его часто признают самым красивым. Шикарный вороной конь получил свое прозвище в честь прусского короля 18 века Фридриха Великого, у лошади которого была такая же чудесная грива и черная, как смоль масть. Как отмечает владелец лошади, красивая внешность Фредерика соответствует его характеру. Это очень нежная лошадь и к тому же фотогеничная. Фотосессии с его участием вызывают восторг. Все, кто хоть раз видел этого коня, отмечают, что он обладает удивительно гармоничной внешностью, идеальным мышечным строением, потрясающе красивой длинной гривой и угольно-черной мастью. Неудивительно, что у него есть и второе неофициальное имя – Черный Красавец. Вот как я назову тебя. Ты зеленый, прям. Черный волк. Волки бывают разные. Причем буквально. Например, вы точно слышали о белом полярном волке. Наверняка видели хоть раз в жизни красного горного волка. Но видели ли вы когда-нибудь угольно-черного волчонка? Он считается одним из самых редких во всем семействе псовых. Чтобы его заснять, приходится ставить фотоловушки, или же фотографам приходится долгое время выслеживать этого красавца. Обычно черными особями являются представители подвида под названием «канадский волк». Это подвид обыкновенного серого волка, обитающий в США и Канаде. В отличие от обыкновенного волка, канадский волк чаще имеет черный окрас, но лишь единичные особи могут похвастаться угольным окрасом. Из-за такой необычной расцветки эти создания больше напоминают крупных остроухих собак, нежели диких волков. Черный пингвин Все знают, как выглядят императорские пингвины. Голова и задняя часть тела у них черная, а вот брюхо белое. Тем удивительнее эта невероятная черная особь. Кажется, будто этот пингвин свалился в угольную яму или чан с нефтью, но нет, он такой от природы. Ученые считают, что этот пингвин может быть один-единственный на всем белом свете. Он обитает в Южной Атлантике, в колонии из нескольких тысяч своих обычных собратьев, и, по словам очевидцев, мало отличается от них по поведению. Но почему же он черный? Как считают ученые, столь экстравагантный окрас вызван видом мутации, которая называется меланизм. Это, по сути, противоположность альбинизма, то есть меланистические животные черные полностью или почти полностью. По статистике, меланизм среди пингвинов встречается у одной особи из 250 тысяч. Однако очень немногие из них черные полностью, как этот удивительный красавец из Южной Атлантики. И еще немного о птицах. Как вы представляете себе фламинго? Наверное, у вас в голове всплывает образ грациозной птицы с розовым окрасом. Правда? А что вы скажете насчет такой невероятной особи? Этот черный фламинго – одна из уникальнейших птиц во всем мире. Особь была впервые обнаружена в Израиле несколько лет назад, но впоследствии черныша несколько раз видели на Кипре. Ученые считают, что это была одна и та же птица. Более того, по их мнению, это единственная такая птица на планете. Почему же оперение этой птицы столь необычного цвета? Эксперты считают, что черный цвет фламинго является результатом все того же меланизма. Черная окраска, определяемая пигментами меланинами, появилась у фламинго в результате генетической болезни, которая считается формой адаптации к изменениям окружающей среды. Это изменение может впоследствии стать благоприятным признаком естественного отбора, если окажется, что темные особи более жизнеспособны, чем светлые. Хохлатый макак На северо-востоке индонезийского острова Сулавеси, а также на небольших соседних островах, можно наткнуться на самого черного примата в мире. Хохлатому макаку больше подходят другие его названия. Черный макак или черный павиан, ведь кажется, что это животное черное на все 100%. И это почти что так. За исключением нескольких волос на плечах, окраска шерсти черного макака полностью черная. Эти животные обитают во влажных джунглях, где они действуют днем. При свете дня черный павиан ищет корм, а ночью спит на деревьях. Эти создания любят людей и не прочь повзаимодействовать с ними. Так, в 2011 году черные обезьяны завладели камерой одного британского фотографа и сделали несколько селфи. Все дошло до того, что макак признали правообладателями снимков. К сожалению, совсем скоро этих животных может не стать. На обезьян ведется охота. С одной стороны, из-за их опустошительных набегов на плантации и поля, а с другой стороны, из-за их мяса, которое считается деликатесом. Вырубка влажных джунглей представляет дополнительную проблему. Как итог, хохлатый макак находится на грани исчезновения. Змея. Какая самая известная черная змея на планете? Может... Черная мамба! Черная мамба! Четверть миллиграмма ее яда убивает человека. При поражении щекочет во рту и в конечностях. Потом жар, пена изо рта и потеря мышечного контроля. С этим сложно поспорить, однако сама мамба на самом деле не черная. Общий окрас змеи варьируется от темно-оливковой до серовато-коричневой, а свое название получила благодаря черной окраске внутренней полости пасти, похожей на чернила. А вот индиговая змея черная полностью. Этот представитель семейства ужеобразных – одно из самых темных созданий в мире. Особенно черной считается восточная индиговая змея. Помимо этого, она еще и очень редкая. В дикой природе их находили всего несколько раз более чем за 60 лет. Из-за этого рептилию долгое время даже считали вымершей в дикой природе. В то же время в неволе индиговая змея пользуется большой популярностью. В Америке многие заводят ее в качестве питомца. Владельцы часто говорят о том, что это самая лучшая змея-питомец, которую только можно представить. Многие животные, которых я вам уже показал, могли бы претендовать на титул самого черного существа на планете. Но несколько лет назад этот титул был занят райской птицей. Думаю, ее стоило бы назвать адской, ведь окрас у нее далеко не благодатный. Ученые пришли к выводу, что перья самца райской птицы способны поглощать до 99,95% света. Это делает эту пташку самым темным созданием в мире в буквальном смысле. По мнению биологов, такая особенность райских птиц связана с тем, что перья у самцов данного вида состоят из огромного количества мелких полых волосков. Попадая на поверхность пера, свет многократно рассеивается внутри этих плоскостей. Данный эффект известен в физике как структурное поглощение, и он принципиально отличается от пигментации большинства представителей животного мира. Помимо своего окраса, самцы райских птиц отличаются и танцевальными способностями. Своими зажигательными танцами они покоряют сердце будущей партнерши. Аям Чимани Аям Чимани На очереди у нас необычное животное, потому что его можно назвать лидером в двух номинациях. Самая черная и самая дорогая курица в мире. Аям Чимани – это очень редкая декоративная порода куриц родом из Индонезии. От типичных куриц Аям Чимани отличается невероятной окраской, связанной с мутацией. Она вызывает аномальное увеличение числа меланоцитов. Проще говоря, эта курица чернющая. Настолько, что она черная не только снаружи, но и внутри. Правда, кровь и скорлупа яиц у Аям Чимани такие же, как у кур обычной породы. Но интересно не только это. Аям Чимани еще и крайне дорогая курица и полноценный деликатес. Если обычная курица достаточно бюджетный продукт, который могут позволить себе многие, то Аям Чимани купят лишь богачи, ведь всего одна такая курица может стоить до 2500 долларов. Причем цена может быть и выше. Гурманы говорят, что мясо Аям Чимани очень вкусное и питательное. Но и это не все. Аям Чимани – это еще и очень важная и ценная курица для индонезийцев. Они верят в мистические и магические целебные свойства крови этой породы и широко используют дорогих черных кур в качестве жертвенных животных. В общем, не курица, а настоящее сокровище. А Аям Чимани, кстати, это еще и очень малочисленная порода куриц. Этих черных птиц осталось не так много. Но куда более уникальным в этом плане является меланистический олень. Этих чернышей снимали на камеру лишь несколько раз, а находили их в разных уголках Земли – от Китая до США. По мнению экспертов, черные олени-меланисты – самые редкие из редких. Те же олени-альбиносы с полностью белым окрасом встречаются чаще, хоть и тоже немногочисленны. Черная белка. И напоследок немного о белках. Обычно мы привыкли видеть этих созданий рыжими, темно-бурыми или серыми, поэтому черная белка может легко поставить вас в тупик. Как и многие другие черныши, эти создания выглядят так, словно в чем-то испачкались. Настолько непривычно и даже неестественно они выглядят. Но на самом деле все более чем естественно, потому что эти грызуны – меланисты. Собственно, в этом случае все точно так же, как и с другими меланистическими животными. В настоящее время черные белки в основном вводятся в США и Канаде, но также их можно увидеть в других местах, например, в Великобритании или Сибири. Русалка. Существуют ли русалки? Большинство людей в этом не уверены, а кто-то считает, что их точно нет. Но различные находки показывают, что они могут ошибаться. Например, вот такие останки были выброшены на берег некоторое время назад. Это морское животное напоминает русалку, правда? Возможно, под водой могут обитать именно такие русалкоподобные создания. Почему я в этом так уверен? Потому что это не единственная подобная находка. Несколько месяцев назад на пляже в Австралии были найдены останки животного, напоминающего не то русалку, не то нечто инопланетное. И все же больше это похоже именно на русалку. Посмотрите, череп у существа похож на человеческий, но в то же время у создания продолговатое тело, которое заканчивается чем-то подозрительно напоминающим хвост русалки. В длину этот скелет, выброшенный на берег, был около двух метров. Как-то многовато для русалки, правда? С другой стороны, может реальные русалки именно такие? Мы ведь этого не знаем наверняка. Ученые не смогли понять, кто это был. По одной из версий, на берег выбросило тюленя, но это лишь предположение. Не исключено, что тюлень тут совершенно ни при чем. А может, это вовсе был какой-то мутант? В последнее время подобных созданий становится все больше и больше. Даже змеи могут мутировать и стать еще страшнее. На такую в 2009 году наткнулась женщина из Китая. Она проснулась от странного звука посреди ночи и увидела, как по стене кто-то ползет. Удивительно, но это была змея. Змея с когтистой лапой. Именно когтями инопланетный монстр перебирал по стене. Женщина испугалась и тут же отправила змею в нокаут с помощью ботинка, потому что не знала, насколько та была опасной. Это так и осталось загадкой. Ученые, которые принялись исследовать странную особь, были поражены. По их словам, мутации в змеях иногда случаются, но, как правило, проявляется это в том, что у рептилии отрастает вторая голова. А вот лапа с когтями – это точно что-то новенькое. К тому же, подобных змей больше не находили нигде в мире. Может, эту змею действительно подкинули пришельцы? Как по мне, та змея вполне выглядела как нечто инопланетное, но следующее создание похоже на пришельца куда больше. Это даже сложно понять, что это. То ли это обезьяна в теле свиньи, то ли наоборот поросенок в теле примата. Многие так и прозвали существо – обезьяна-свин. На самом деле, это все же поросенок, но необычный. Во-первых, это циклоп, у него всего один глаз по центру головы. Во-вторых, уши и лицо животного напоминают части тела шимпанзе. Такой необычный мутант-пришелец появился на свет на Кубе в августе 2017 года. Что любопытно, в помете свиньи было еще 9 поросят, но все они родились совершенно обычными и нормальными. Ветеринары изучили мутанта и взяли у него кровь на анализ, после чего предположили, что дело тут в сбое ген. Допустим. Но почему тогда это коснулось только одного детеныша из десяти? Как остальным удалось родиться нормальными? Это, кстати, не единственный такой случай. Удивительно, но подобный детеныш уже рождался, причем тоже на Кубе. Это произошло в начале 2016 года. У этого поросенка еще более необычный внешний вид. Его лицо похоже на лицо шимпанзе еще сильнее. Например, челюсть тут один в один, как у крупных приматов. То же самое касается лба. Да и уши тоже обезьяньи. Такое ощущение, словно это гибрид шимпанзе и свиньи. Но фермер уверяет, никаких шимпанзе на его ферме не водится. Поэтому даже в теории ничего подобного естественным образом получиться не могло бы. Видимо, это опять мутация. Ладно, все эти поросята хоть и выглядели очень необычно, но все же они больше походили на мутантов, чем на инопланетян. Но вот это уже совсем другое дело. Что это вообще такое? Неужели это нечто прибыло к нам из далекого космоса? Такими вопросами задавался автор этого видео, который живет в Индонезии. Одним вечером он обнаружил, как по стене и потолку его дома ползает это странное создание. У него несколько мохнатых и длинных конечностей, подобие крыльев и небольшие антенны на голове. Такое сочетание может встретиться только у инопланетного животного. Разве нет? Оказалось, что нет. На самом деле вы видите вполне себе земное создание. Арктиновую моль. Она относится к семейству медведиц, куда входят самые разные бабочки. Обычно они красивые, но эта моль сильно выбивается на их фоне. Все из-за карематов. Это те самые мохнатые конечности. Эти отростки, покрытые волосками, выглядят так, словно это конечности огромного паука. Кажется, что в них может находиться сильный яд, или что они очень жгучие и острые, но на деле это не так. Карематы безобидны и нужны для выделения феромонов, чтобы создание привлекало самок. Как вы понимаете, карематы есть только у самцов. И хотя эти создания безопасны для нашего здоровья, они все равно считаются вредными существами. Это моль, вредитель, которая поедает сельскохозяйственные растения в немалых количествах. А вот кто совершенно точно безобиден и не вреден для растений, так это следующее инопланетное создание в этой подборке. Инопланетное оно потому... Да сами посмотрите почему. Это же настоящий циклоп. Никакого фотошопа тут нет, это реальный кадр. Это создание, которое выглядит как пришелец, на самом деле котенок. Удивительный циклоп-пушистик, к сожалению, очень быстро скончался, протянув всего сутки после рождения. По мнению ветврачей, котенок страдал редчайшей болезнью – ариненцефалией, которая характеризуется возникновением уродств лица у млекопитающих. А вот еще один особенный котенок. Его зовут Клайд, а точнее звали. Он протянул и того меньше, его не стало уже через несколько часов после рождения. У Клайда был огромный глаз по центру лица, а также не было носа. К сожалению, с животным с подобными аномалиями практически всегда гарантирована невероятно короткая жизнь, но и нескольких часов им хватает, чтобы навсегда войти в историю. А вот на какого пришельца наткнулась Дебби Геддес. Само собой, рыба вполне земная, но сложно не назвать ее пришельцем, ведь не каждый день увидишь рыбу с двумя ртами. Дебби ловила рыбу на озере Шамплейн, как вдруг на удочку клюнула именно эта особь. Дебби сфотографировала эту форель вместе с другим рыбаком, после чего начала спрашивать у специалистов и гадать сама, как такая рыба вообще могла появиться на свет. Версий было несколько. Либо это генетический дефект и мутация, либо форель получила какую-то серьезную травму. Есть и экзотическая версия, согласно которой двуротая форель может быть одним из обитающих в озере монстров. По древней легенде в Шамплейне обитает Шамп, аналог лохнесского чудовища, которое впервые было замечено в 19 веке. Правда, о его существовании подозревали намного раньше. Еще в 1609 году французский путешественник Самюэль Шамплен посещал озеро и искал в нем загадочных существ. Как понимаете, озеро назвали в его честь. А вот еще одна похожая рыба. Снова два рта, снова инопланетный и странный вид. Может, легенды на самом деле правдивы? И в Шамплейне водится монстр, который производит на свет таких вот потомков? Как думаете? Как по мне, может быть всякое. Но не стоит забывать и о реальности, и науке. В мире существует немало других рыб с инопланетным внешним видом, о которых уже доподлинно известно. Одни из них – клоуновые. Главное, не путайте их с рыбами-клоунами. Те ребята, которых мы видели в мультике «В поисках Немо», выглядят красиво и вполне привычно. Клоуновые же относятся к отряду удильщикообразных, тех самых глубоководных жутких рыб, которые ловят добычу на свою светящуюся приманку. Клоуновые рыбы бывают разными. Семейство насчитывает 12 родов и 45 видов, и большинство из них выглядят как настоящие пришельцы. У них странная внешность, сжатое тело, которое покрыто отростками и выступами. А сами рыбы могут не только плавать, но и ходить по дну на плавниках, словно наземные четвероногие животные. А еще они очень быстрые, добычу они съедают в считанные доли секунды, и даже камеры для замедленной съемки не всегда успевают заснять этот процесс. Апистопрокт. Даже название у этого создания какое-то инопланетное, правда? Такое название носит очень необычная рыба, обитающая на больших глубинах, в тропических и умеренных водах всех океанов мира. Необычное у нее не только название, но и внешний вид. Несмотря на то, что Апистопрокта знают уже с конца 19 века, лишь пару лет назад ученым удалось как следует заснять его на камеру. У него очень большая и прозрачная голова. Вот эти зеленые штуковины – это глаза рыбы. Как видите, они направлены вверх, и это делает Апистопрокта еще более загадочным и странным. Но они не стоят неподвижно на одном месте. Апистопрокт может вертеть ими внутри головы, что позволяет рыбе искать пищу не только над собой, но и впереди. Также такая особенность защищает рыбу от солнечного света, если той вздумается заплыть на мелководье. Исследователи считают, что ярко-зеленый цвет у глаз не просто для красоты. По их мнению, Апистопрокт разработал форму светофильтра, который позволяет ему игнорировать солнечный свет и замечать биолюминесценцию мелких рыбок и медуз, которыми он преимущественно питается. К водным существам мы еще вернемся. Давайте ненадолго поднимемся на поверхность и взглянем на это чудо. Очевидно, что это обезьяны, но какие-то они очень странные, правда? Их даже инопланетными трудно назвать. Они скорее человеческие, даже слишком. А еще такое чувство, словно они все поголовно сделали неудачную пластическую операцию по увеличению губ. Это черные ринопитеки, приматы из Китая. Губы у них крупные, но не всегда. Обычно они чуть меньше, но в брачный период у самцов они сильно разбухают и занимают чуть ли не половину лица. Так самец становится более привлекательным для самок, которые соглашаются спариться с ним. Что еще интересно, в отличие от многих других обезьян, черные ринопитеки питаются в основном лишайниками, словно какие-то северные олени. Известно, что лишайники восстанавливаются очень медленно, на это уходит по 10-15 лет. По всей вероятности, именно для того, чтобы не подорвать свою пищевую базу, черным ринопитекам приходится постоянно кочевать. Передвигаются эти приматы довольно быстро и за день покрывают большие расстояния в поисках пищи. А еще у этих приматов низкий темп размножения. По некоторым данным, самки приносят по одному детенышу раз в три года. Как итог, недостаток пищи и проблемы с размножением сделали этот вид вымирающим. Сейчас их осталось около трех тысяч особей. А это одно из самых новых созданий во всем мире. Я к тому, что его обнаружили в августе этого года. А еще это самый что ни на есть настоящий инопланетянин. Смотрите, у него 20 рук, некоторые напоминают то ли щупальца, то ли перья, а все это крепится к небольшой шишке, которая похожа по форме на клубнику. Обитает этот загадочный монстр в водах Антарктиды. Кто же это такой? Может это растение, а не животное? Что ж, от растения у него одно лишь название – морская лилия. И это все-таки животное, относящееся к типу иглокожих. Новый вид назвали антарктической клубничной перьевой звездой. Пока что у ученых очень мало данных о новичке, они успели изучить его лишь частично. По их мнению, в антарктических водах могут обитать еще более крупные и красивые перьевые звезды. Август этого года стал щедрым на необычных созданиях. Пока на юге планеты ученые разбирались с инопланетным иглокожим, на севере рыбак выловил такого вот монстра. Это рыба, и она зубастая. Только слишком уж зубастая. У нее зубы даже на небе. А еще они похожи на зубы человека. И хотя выглядит эта рыба очень жутко и создает впечатление еще неизвестного вида существ, на самом деле, о ней уже все давно известно. Это зубатка, которую также называют морским волком. Эти создания обитают в холодных северных морях, где не дают покоя многим животным, в основном мидиям и крабам. Зубы, кстати, у нее вовсе не для красоты. Из-за особого расположения зубов, этот жуткий морской волк способен раскусить даже морскую раковину без особого труда. В общем, пальцы в рот зубатки точно совать не стоит. А вот то, что произошло совсем недавно. В сентябре этого года жители Австралии были встревожены тем, что на один из их пляжей выбросило странных созданий. Вот, взгляните. Вообще непонятно, кто это. Правда ведь? Неудивительно, что многие австралийцы тут же причислили их к инопланетянам. Загадочные создания были в слизи, словно пришельцы сбросили их на нашу планету в капсулах с жидкостью, из которых те потом выбрались и начали распространяться по миру. Но ученые быстро всех успокоили. Эти бесформенные и желеобразные создания являются асцидиями. Это отдельный класс животных. Все вот эти точки на их теле – это не какой-то узор. Это отдельное животное, которое называется зооид. Все зооиды образуют общий колониальный организм. Вдобавок, все зооиды генетически идентичны. Это, по сути, множество копий. Обитают эти создания в прибрежных зонах на не очень большой глубине до 25 метров. Также их можно найти на мелководье и в морских водорослях, поэтому их периодически выбрасывает на берег. Но пугаться не стоит. Несмотря на инопланетный внешний вид, асцидии для нас не опасны. А сейчас я расскажу вам о морских существах, которые тоже выглядят довольно инопланетно. Редчайшая акула В Великобритании на утро люди увидели мелкозубую акулу – одну из тех, которых в мире осталось не более 250 особей. Сперва акулу нашла 38-летняя женщина, мать двоих детей. Вместе с малышами она прогуливалась по берегу и случайно увидела кого-то странного. Подумала, что это пранк, но, подойдя ближе, поняла, что это была настоящая акула. Вот только на обычную она совсем не была похожа. Пока женщина звала на помощь, прошло около двух часов. К тому же неизвестно, как давно акула там лежала. Спасти ее не удалось. Примечательно, что мелкозубые песчаные акулы ранее никогда не встречались в водах Великобритании. Они предпочитают более теплый и комфортный климат. Кроме редкости, эти акулы отличаются также своим неагрессивным поведением по отношению к людям. При этом выглядят они порой устрашающе. Эти животные способны вырасти почти до 4 метров в длину, а их вес может достигать около 300 килограмм. Европейский морской ангел Следующее существо, о котором пойдет речь, тоже находится на грани исчезновения. Популяция европейского морского ангела стремительно снижается последние 50 лет. Казалось бы, почему все именно так? Ангел ведь очень способный. Подобно скату, у этой акулы есть плавники, похожие на крылья, и плоское тело, которое она может погрузить в песок. Для чего ей это делать? Конечно же, чтобы оказаться в засаде. Как и другие акулы, европейский морской ангел обладает сильными челюстями, которые он быстро выдвигает наружу, захватывая ими ничего не понимающего соперника. Стиль охоты у этого подводного обитателя невероятно прост, но в то же время проверен временем и крайне эффективен. Акула прячется в песке, и как только рядом с ней проплывает потенциальная добыча, она хватает ее одним молниеносным рывком. Знаете, что-то много разного рода ангелочков развелось под водой в последнее время. Вот еще один пример, который был заснят российским биологом. Александр Семенов – ученый, который специализируется на беспозвоночных. Он изучал просторы Белого моря и случайно заснял удивительного обитателя, известного как морской ангел. Эти хладнокровные моллюски являются одними из самых изученных существ в нейробиологии, однако об их жизненном цикле известно немного. Обычно несколько моллюсков внезапно появляются под слоем льда, покрывающим море, а через несколько недель их становится так много, что в одном кубометре встречается до 500 особей. Учитывая их размер в 3,5 сантиметров, это эффектное зрелище. На самом деле, ученому сильно повезло, что он их нашел, ведь обычно такие ангелочки плавают на глубине в 500 и более метров. На такой глубине они истребляют водоплавающих улиток. Кстати, знаете, как этот милый моллюск расправляется со своей добычей? Скажу сразу, лучше приготовьтесь. Развернув цель к себе, моллюск в стиле чужого выдвигает челюсть, утыканную жесткими хитиновыми щетинками. Этим аппаратом ангел выскребает улитку из раковины и перемалывает его теркой-радулой. От жертвы остается лишь пустая раковина. Что удивительно, сам морской ангел довольно хорошо устроился. Других он может кошмарить вот таким вот методом, а его редко кто трогает, ведь он выделяет специальный фермент, делающий его далеко не самым вкусным, а для кого-то и вовсе несъедобным. Загадочная медуза За свою жизнь я повидал много медуз. Были и классические мелкие, и какие-то редкие, и очень крупные, и яркие, и даже вообще прозрачные, о которых не заметить. Но эта медуза превзошла все мои ожидания. У берегов Новой Ирландии, возле Папуа, Новой Гвинеи, дайвер заснял необычное существо размером с футбольный мяч, чей колокол был покрыт рисунком из черных колец, пятен и линий. Зоологи со всего мира внимательно изучили этот материал, но никто так и не смог сказать наверняка, к какому виду это создание принадлежало. Вероятнее всего, наука с ним прежде не встречалась. Как рассказал дайвер, эта медуза стремительно куда-то плыла, а не дрейфовала по течению. Кто знает, может парню стоило проследить за ней дальше? Может, там и была бы разгадка? Как думаете? Радужный осьминог Это еще одно чудо, созданное матерью природой. На сей раз наука знает, кто это такой. Перед вами редкий радужный парящий осьминог. Осьминоги – одни из самых удивительных морских созданий и настоящие мастера маскировки. Наш герой получил прозвище «парящий» из-за своих удивительных плавательных способностей. Он рассекает водную гладь так же легко, как горячий нож входит в масло. Ученым известно четыре вида таких осьминогов, но самый основной имеет серебристо-фиолетовый окрас. У этого осьминога есть четыре больших щупальца на спине и тонкая мембрана, которая напоминает белый парящий халат. Центральные щупальца длиннее, чем боковые. Осьминог, которого вы видите в данный момент, отличается от собратьев радужным окрасом. Но я бы не спешил ему завидовать. Особенно не стоит завидовать представителям мужского пола. Дело в том, что самца после спаривания ждет нечто ужасное. С большой долей вероятности после этого процесса он погибнет или лишится одного из щупалец, которое останется у самки в ожидании лучшего периода. Самки могут хранить два или три таких артефакта, которые будут ждать благоприятного момента для осеменения. Но и в этом печальном моменте я предлагаю искать свои плюсы. После оплодотворения самка отложит около ста тысяч яиц, а значит популяции радужного осьминога ничто не будет угрожать. Самая глубинная рыба. Интересно, как будет выглядеть рыба, которую нашли на глубине в более чем восемь тысяч метров. Наверное, она будет вся темной и без глаз, потому что выдержать давление там очень трудно. Ну и я даже не знаю, будет какой-нибудь пассивной. А вот и нет. Группа ученых из Японии и Австралии побила предыдущий рекорд и сделала уникальные снимки рыбы из семейства морского слизня. Интересно, почему вообще рыбы так глубоко обитают? Неужели им по естественным причинам не хочется подняться немного выше? Хотя бы на пару тысяч метров? Вряд ли контингент созданий сильно изменится, а дышать и существовать в целом будет определенно легче. Как вы думаете, почему они этого не делают? Напишите в комментариях. Вечно недовольная рыба Следующая история произошла с дайвером на Карибах, который нырял с целью найти кого-то редкого и необычного. Как вы уже понимаете, мужчине улыбнулась удача, и кое-кого он все же смог там найти. Дайвер Микки обнаружил нетопыря Дарвина. В отличие от удильщиков, их ближайших родственников, вечно недовольная рыба обычно не заплывает глубже 120 метров. Из интересного, грудные и брюшные плавники нетопыря Дарвина преобразованы в подобие конечностей, на которых это создание и путешествует по морскому дну. Манера передвижения рыбы очень похожа на новый виток эволюции рыб, но назвали нетопыря в честь великого ученого не за это. Все дело в месте жительства. Обитает это существо близ Галапагосских островов, где Дарвин путешествовал и открывал новые виды. Кстати, со временем нетопырь изменит форму спинного плавника, он станет единым, но на образе жизни это все равно никак не скажется. Плавать лучше вечно недовольный житель дна так и не научится. Необычная дружба Вы когда-нибудь слышали об овцеголовом губане? А вот японский дайвер из этой истории – да. Более того, он уже 25 лет навещает эту рыбу как своего лучшего друга. Отношения этой пары стали настолько близкими, что губан позволяет японцу даже гладить и целовать себя. Дружба этих двух началась сразу, как только мужчина нашел рыбу у ворот подводного парка, в котором работает. По его словам, она была очень слабой и не могла сама добывать себе еду. Мужчина кормил ее крабами на протяжении 10 дней, и животное восстановило свои силы. Подобная забота не могла пройти бесследно, и человек невольно привязался к рыбке. Собственно, как и она к нему. Вообще, это существо не каждому даст так с собой обращаться. Как-никак, оно вырастает до полутора метров в длину и имеет хоть и кривые, но довольно длинные и сильные зубы. Мать природа подумала, что таких отличительных черт для овцеголового губана будет мало, и вдогонку одарила его возможностью менять пол. В течение всей своей долгой жизни губан может становиться самцом или самкой, в зависимости от необходимости. Если в популяции не хватает самцов, то будет самцом, если самок, то будет самкой. Вот это я понимаю правильная адаптация. Это птица? Это самолет? Это летающая тарелка? Нет, это малоизвестная медуза. Уникальное подводное создание было не так давно поймано в объектив камеры группы морских биологов из США. Поначалу они думали, это какой-то дрон или чья-то чужая техника, но подплыв к медузе немного ближе, они все тут же поняли. Оставалось держать камеру как можно ровнее и не оказаться загипнотизированным ее потрясающим танцем. У найденной особи два ряда щупалец, причем один из них смотрит вверх, а второй устремлен вниз. Никто точно не знает, почему все так и для чего это нужно. Ровно как и сколько особей этого вида плавает в водах Мирового океана сегодня. А теперь я расскажу вам о не менее необычных змеях, внешний вид которых кажется инопланетным. Яванский ксенодерм В мире есть не так много ползучих, которые интересны и в то же время малоизучены. Одна из них – яванский ксенодерм. Даже несмотря на то, что эта необычная рептилия впервые была описана еще в 1846 году, ученым не удалось приоткрыть завесу тайн над ее образом жизни, манерой поведения и привычками. Слушайте, мне кажется, что я понял причину этого недоразумения. Люди должны разгадать эту натуру ровно так, как в фильме про Гарри Поттера юный волшебник отгадывал будущее испытания турнира трех волшебников. Там, кстати, первым испытанием, спойлер, были драконы. И лично мне этот ксенодерм одного из них очень сильно напомнил. Не просто так змее дали альтернативное название – маленький дракон. Ксенодерм может вырастать до 80-85 сантиметров в длину. Кожа у этой змеи покрыта крупными чешуйками, а на спине по всей длине расположен выступ в виде большого бугра. В пище предпочтение отдает лягушкам и рыбе, а охоту ведет обычно в ночное время. Почему ученые до сих пор так о нем ничего и не узнали? Да потому что популяция этих созданий ничтожно мала. Они асоциальны, постоянно находятся одни. Из-за этого хищники легко могут поймать и съесть их. Речь идет, конечно, о диких птицах и крупных хищниках. А поскольку ксенодерм не может похвастаться ни ядом, ни большими габаритами, ни собратьями, находящимися рядом, то и популяция постоянно падает. Герпетологам пока неизвестно, сколько живут ксенодермы, но есть предположение, что не очень много. Вывести их в домашних условиях практически невозможно, так как они плохо приживаются к такой среде обитания. Гадюка-носорог Кто бы мог подумать, что среди змей можно будет встретить одну, особо редкую ползучую с рогом на лбу? Лично я думал, что это невозможно, что это может быть лишь искусственно, путем выведения нового вида или мутации, но мать природа доказала обратное. Забавно, но ученые до сих пор не могут понять, зачем гадюке-носорогу этот самый нарост. То ли он используется ими для устрашения врагов, то ли для привлечения самок, то ли просто для красоты и уверенности в себе. По крайней мере, результаты исследований этих гадюк показали, что практического применения у нароста нет, да и не рога это в прямом смысле этого слова, а лишь обычные чешуйки, которые торчат вертикально. К слову о чешуе, именно она представляет для ученых наибольший интерес, ведь она у этих змей не гладкая, а с шероховатостями и очень грубая, особенно на спине. А еще она острая. Если змею погладить, то можно запросто пораниться. Это как в случае с теркой, только гораздо более острой и непредсказуемой, чем кухонный вариант. Другим отличием этих особей является крайне цепкий хвост. Он у них выступает в роли правой руки. Еще один интересный момент – это окрас. Каких только цветов на ее теле не найти. Тут и желтый, и голубой, и черный, и зеленый, и красный. В общем, на любой вкус удивительно, но несмотря на весь ее пестрый лук, обнаружить эту ползучую под ногами практически невозможно. Она будто растворяется среди лесной подстилки, сливается с бурой почвой и опавшими листьями в одно целое. К счастью, гадюки-носороги по своей природе не горят желанием ввязываться в конфликты с теми, кто не является их добычей. Радужный удав. Скажу сразу, ползучая, которую вы сейчас увидите, мне понравилась больше всего. Настолько красивого, радужного и любопытного окраса я, если честно, раньше еще не встречал. Это чудесное исключение из правил в мире змей заставляет подойти к удаву, взять его на руки, сделать фото или вовсе забрать и жить к себе. Ладно, что-то я слишком сильно замечтался. Конечно, я бы не стал брать никакую змею жить к себе, какой бы красивой она ни была, да даже окажись она радужным удавом. Другое название этой змеи – Абома. Она относится к роду гладкогубых удавов и является ближайшим родственником анаконды. Это не ядовитая змея, которая обитает в тропических регионах Южной Америки. Ее можно встретить в бассейне реки Амазонки и Оренока, а также на ближайших к континенту островах. Во взрослом возрасте представители этого вида обычно достигают двух метров в длину, что совсем не дурно. Своё название удавы получили из-за окраса. Основной цвет кожи – красновато-коричневый или бежевый, а на его фоне расположены окружности яркого желто-оранжевого цвета. Радужный удав – живородящая змея, то есть та, которая не откладывает яйца. Она превосходно плавает и активничает по большей части в темное время суток. А еще эти ребята отличаются от многих других змей необычным строением тела. Это нельзя заметить невооруженным взглядом, однако рентген в любой момент расставит все точки над «и». У них сохранились рудименты таза и задних конечностей. А на этом все. Напишите в комментариях, какая змея показалась вам самой необычной. А если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр!